ТА КАПЕЦ, ТА ШОЖ ТАКЕА, НИ ОДНО НАРУШИТЕЛЯ НЕМА! ТА КАПЕЦ, ТА ШОЖ ПРАВИЛЬНИ ВСЕ СТАЛИ, КАМЕР БОЯТСЯ, ХОТЬ БИ ХТО ЧОНЬ НЕРУШИЛ! ТА Я ВЖЕ НЕ МОЖУ, МЕНЕ ВЖЕ ЛАМАЄ! Я ЗА ВЧОРА СТОГО ДНЯ НІКОГО НЕ ШТАРФУВАЛ, Я ЖАЗ ДОЙДУ ДО ТОГО, ЧО БУТУ ТУТ ЗУПИНЯТЬ ВІЛОСЕПІДИСТВ И ШТАРФУВАТЬ ЇХ, ЦИХ ГАДІВ! Ты, ты это, успокойся, что ты на дно самое опуститься хочешь, потом же ж оттуда не вернешься к нормальной жизни, ну. Аааа, блин, да что ж делать? Меня уже ломает все, я не могу уже без штрафов. Да у меня тоже круто, ну а делать-то что? Слушай, это же наша машина? Ну, наша. А давай так, давай ты зараз сядешь, а я тебя остановлю и штрафану, а? А что за ролевые игры такие, а? Да нет, нет, это же просто, чтобы оскомину сбыть, мне легче будет, ну давай, а? Ну ладно, но потом я тебя, ну в смысле, оштрафую. Ааа, ну давай, все, окей. Аааа, а что это мы нарушаем, а? Ой, вот это я попался вам, да. Так, ну давайте ваши документы. Ой, дырявая моя голова, забыл документы, я думаю. Забули документы? Ага. О, это хорошо. Ага. Так а что это вы так странно разговариваете? Может, вы еще пьяный, а? Ну, что сразу пьяный-то? Я вздрала вообще, чтобы вы понимали. Вообще, не вижу ничего. Ооо, ооо. Ооо, класс, класс. Ну так, может, как-то порешаем вопрос? Не-не-не, тихо, ну куди ты летишь? Я же до пика не дай шоу. А, виноват. А, да. А что-то я бачу, вы же тут не пристебнуты, шо такое? А я вообще никогда не пристеблюсь. Да. Потому что, значит, когда ремень вот тут, мне некомфортно. Ага, ага. Другие ощущения. Ага, я понял, я понял. Ну, тогда придется, шо у вас? Лишите прав? Ооо, а может, все-таки как-то решим вопрос, а? Ну, ну шо? Ну, ну, я понимаю, шо тех денег, шо у меня с собой есть, их недостаточно. Но я обещаю на обратном пути еще завести. А? Ну, может, и порешаемо. Ага. Может, и порешаемо. Ну, не смею вас затримывать. До побачення. Счастливого пути. Фух, ты знаешь, как прикольно это вообще. Ой, грошики, грошики, грошики. Класс. Класс. О. Ну, шо, теперь я? А? Ну, ну, давай. 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 Ага. Ага. Так. Ага. О, есть контакт. А, остановочка. А, шо, нарушаем? Ну, ну, таке. Шо, таке? Ну, трешки нарушаем скоростный режим, а шо там, скільки я там ехал? Ага. Ну, а у вас на знаки-то написано 90 км в час. А ехать ли-то вы 500? 500? 500. На такей машине? На такей машине. Вот це я розогнал. А знаете, че я так ехал? А чего? Бо я мажор. Ой, вот сразу по лицу у вас видно. Да. Мажорская вы морда. Мажорская морда. Да. Да. Так шо? Шо будем решать? Боюсь, что одним превышением скорости все не обойдется. Аптечку, огнетушитель хотелось бы увидеть. Вот че нема, то нема. Ну, я так думаю, шо моя скромная, как то кажуть, капиталовложение, якость, вы ликует вашу душу и сердце. Ох, ничего себе вы закрутили. Бо я надвиганный зараз. Я бажор-наркоман. Под наркотой. В гимну. Ой, радость-то какая. Так. Ну, че будем делать? А шо, шо делать? Ну, шо тут? Ну, шо? Ну, давайте, может, я понимаю, шо вы, конечно, честный гаиш, принципиальный. Шо вам так взятку не дашь. Ну, не дашь. Тому маленький скромный подарунок. Ой. Ну, спасибо. Благодарю вас. Ну, счастливого пути, так сказать. Счастливо. И вам, да. До свидания. До свидания. Ну, як? Класс. Круто. Ой, хорошо. Круто. Может, еще раз? А? А, может, еще раз? Нам треба буде це почаще делать. Почаще надо будет. Я согласен. Что почаще делать? Здорово, орлы. Или вы уже не орлы, а… Орлы. Может, голубки? Я так понимаю, у нас первый европейский пост будет, да? Ага. Тогда давайте поменяем надписи ГАИ на ГЕЙ. Ага. Ага. Та не, товарищ полковник. То ми просто з напарником відпрацьовуємо ситуацію. Ну, так би мовити, тренуемось. Ага. Держать себя в форме? Ну, звичайно. Ага. Вы молодцы. Я тоже, знаете ли, люблю держать себя в форме. Ага. Ну-ка давайте с вами, так сказать, разомнусь, стряхнусь стариной. Давай. Не, товарищ полковник. Мы вже кончили. А, ну, закончили. Закончили. Ничего, повторение мать учения. Понял? Повторение мать учения. Понял? Повторение мать учения. Я понял, товарищ полковник, понял. Хорошо. Ну, чё, давайте. Как будто я ни полковник, ни ваш начальник, просто обычный водитель. О. Просто водитель? Да, просто водитель. Вы меня останавливаете. Ага. А, есть наличка у меня у меня все на карте? А, зараз, зараз. Вам же ж надо штраф платить будет. А, вот, да. Ну, будете с меня штраф брать. О, ну, что вы порушуете, возьмем. Молодцы, все правильно, все правильно, да. Ну, давайте, давайте, поехали. Так, а что же мы порушуем, а? Кто я никогда в жизни ничего не порушил. Так а ну, предъявить ваши документы. Это пожалуйста. Так а ну. Пожалуйста. Так. Документы в порядку. Ответственно. А что ж то вы скорость превышаете, а? Я то превышаю. Вы, вы. А что, есть радар у вас? Покажите. Радара нема. Нема радара. Ну тогда какие вопросы? Хорошо. Следующий вопрос. А аптечка. О. Аптечка есть. И забегая вперед, огнетушитель тоже на месте. А может вы выпивший? Ни в коем случае 10 лет в завязке. Еще вопросы? Так. Ага. Тобто вы добросовестный водитель, так? Полностью добросовестный. Хух. Погу ехать? Ну, тогда счастливой дороги вам. До свидания. Спасибо большое. Ага. Видите, как говорится, и такие водители тоже попадаются. Да. Ну ничего, как говорится. Счастить наступного разу. Спасибо. Все. Пока. Все. Товарищ полковник. Слушаю. А гроши можно повернуть? Какие гроши? Ну, которые мы давали вам. Ага. Вы мне ничего не давали. Вы, может, водителю давали? А он уехал уже. Ну, хорошего дня. Сидай в машине. Ну, можно побыстрее? Вот здесь. Это уже точно? Да, точно здесь. Фух. Фух. А. 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 Слава Богу. Я думаю, я целый день буду за вами этот лежак тягать. А. А. И чем это место лучше пятнадцати таких же предыдущих? Ну, как же. Это самое жаркое место. Я точно очень классно сгорю. Да вам жарко, потому что мы уже полчаса под палящим солнцем с лежаком этим тягаемся. Это вы так думаете. Так. Вот вам. Пожалуйста. А что вы мне сразу деньги предлагаете? Вы девушка красивая. Может, я хочу как-то, чтобы вы со мной по-другому рассчитались? Ну, ты что, спасибо сказать? Ну, почему сразу спасибо? Я вон, лежак ваш тягал, спина болит. Может, вы мне массажик сделаете, а? Какой массаж? Ну, глядя на ваши ножки, я бы не отказался от тайского. А. А. Янка, наконец-то тебя нашла. По всему пляжу еще. Юльчик, я просто искала. Самое жаркое место. Яна. Понятно все. Можешь заплатить за мой лежак? А то и деньги забыла. Здрасте. Юльчик. Здрасте. В общем, этот молодой человек, он не берет деньги за лежаки. Он просит сделать ему массаж. Что, правда? Да. Тайский массаж. Ой, вообще не вопрос. Давайте ложитесь. Не надо. Я передумал. У нас сегодня акция. Один лежак бесплатно, второй в подарок. Класс, акция. Странная акция. Да не вопрос, мне не сложно. Давайте ложись, сейчас все сделаем. Вам, может, и не сложно, а мне как-то прямновато. Ну что, ощущаешь легкость и прилив сил, а? Ощущаю, что у меня позвонки уже по третьему кругу повыскакивали. Юльчик, а в интернете пишут, что... Что массаж длится полчаса. О, слышал? Еще полчаса. Так что лежи и получай удовольствие. А мы взяли еще два лежака, а это значит тебе еще час лежать и балдеть. А еще тут написано, для того, чтобы проработать лучше мышцы спины, нужно камешки. Ага. Поняла, а? Сейчас все будет. Какой камень! Вы куда? Нет! Нет! Так, а где наша спинка? Мы же ее еще с камушком должны проработать. Каким камушком? У меня ноги отняли. Не трогайте меня больше. Ты куда? Мы же еще не закончили. Юльчик, ты камешек не выбрасывай. А то, может, у них такая же акция на баре есть. Ну, чтобы... Коктейль за камешки. На троих. Давай, 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 любимая. Давай, давай. Давай, мое солнышко. Идем, идем. Саша, куда ты меня ведешь? Это сюрприз. Это сюрприз. Так. Стоп, стоп, стоп. Вот тут. Сталь. Так. Можешь туфельку снять? Туфельку? Да, 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 снимай. А зачем? Сейчас поймешь. А ну-ка. О, да, да, да. Давай, давай, давай. Вторую, вторую снимай. Ага. Вот так, вот, хорошо. Ой, а что это ты можешь объяснить? Ну, как это что? Ты же хотела выйти замуж на Мальдивах. Вот представь себе. Открывай глазки. Вот, вот, пожалуйста. Это как бы вроде Индийский океан, а это закатное солнце светит тебе прямо в лицо. Все как ты хотела. Мурахаба ту Мальдивы. Это что за фигня, Саша? Мурахаба... А, это добро пожаловать на Мальдивы. Я не про фразу, я про вот это вот. Что? А, сейчас, секунду, забыл. Вот. Это морской бриз. То есть тазик, лампа и вентилятор? Ты серьезно? Слушай, ну это если так посмотреть, ну вот это тазик, лампа, вентилятор. А если закрыть глаза, то сразу представляешь. Индийский океан умывает твои ноги. Закатное солнце светит тебе в лицо. И легкий бриз. Ну тогда, Санечек. Что? Первая брачная ночь у тебя будет вот такая. Какая? Какая? Вот такая? Вот такая. Это вам. Это тебе. Что это? Будешь заниматься любовью. Как? А вот так вот, закроешь глаза и будешь представлять. Понял? Фантазер. Хренов. Девушка, а как же роспись на Мальдивах? А вот вы с ним и расписывайтесь. С этим мурахарабом мальдивским. Я согласна. Господи, когда же закончится этот день, а? Уже ж сил нет никаких. Господи! Господи, не обязательно было присылать своего человека. Здрасте. А что у вас случилось? Сейчас все расскажу. Присаживайтесь. Странный недуг. Голоса. Голоса слышу. Какие-то странные. Все время говорят эти голоса. Чур меня, чур. А, простите, а что говорят голоса? Голоса говорят, не воруй деньги, которые на храм. Отправляй в патриархат половину. Говорят, не меняй лексусы так часто, хотя бы раз в год, а не ежемесячно. Ага. И говорят, с девицами не прелюбодействуй. Это как же это? Как же жить-то? Ну невозможно же жить-то, как же? Да. Слушайте, так может это он? Кто? Ну, ваш работодатель. Исключено. Ибо голоса эти говорят, не прелюбодействуй с девицами сам. Меня позови. А, тогда это точно не он. Точно не он. Точно. Ну, слушайте, а может это из, ну, конкурирующей организации? Типун тебе на язык. Три раза. Ой, от лукавого это все. Ну, а почему? Ну подумайте сами. Может вам стоит просто встать на путь праведный и голоса сами уйдут? На путь праведный? Ну да. Прав ты. Абсолютно прав ты. Да. С сегодняшнего дня деньги не ворую. О. Патриархат отправляю. Лексусы не меня... Да вообще от лексусов избавлюсь. Продам их. Вот. Такой-то матери. Да. Крузака себе возьму. Двухсотого. Даже без кожи рожи. Вот на ткани. Вот такой вот. Глаза. Да. И прелюбодействовать. Вот с завтрашнего дня. Батюшка. Батюшка. Что? Здравствуйте. Нашли. Нашли, откуда голоса звучат. Нашли. От лукавого это все. Так что с сегодняшнего, нет, с завтрашнего дня в опочивальню ко мне не приходи. Ну, почти угадали. Но не так все. Патриарх наш во всех храмах установил камеры видеонаблюдения и эти, громкоговорители, чтобы нас с вами контролировать. Ах, он патриарх, начальник наш любимый. Ну ничего, систему наблюдения можно и хакнуть. Пойдем. Пойдем. Я прошу прощения. Что? А, ну, за консультацию рассчитаться. Так а за что? Причину-то вы так и не нашли. Все само собой разрешилось. Вы же на путь праведный меня так и не направили. Пойдем. Пойдем. Бог рассчитается с вами. Угу. Пойдем, пойдем. Ну, ничего. Вот. Бартером возьму. Ты охренел, что ли, 17 век? Да. Ну, значит, беру я его за грудки. Так, правильно. Ну? А он меня. Пойдем. Пойдем. Так, и что? А? А? Есть что? В смысле? Я говорю, есть что? Так, это, вы ничего не перепутали? А, сорян, я не знал, что это к тебе. Есть что? В смысле? Тише, что ты орешь так? Полно ментов в парке. В смысле? В смысле? В смысле? Я говорю, есть что? Молодой человек, вы вообще соображаете, с кем вы разговариваете? Ну, вы же копы. Ну? Ну, у копов всегда есть что. Так, все, вяжем его, тащим его в отделение на экспертизу. Я пошутил, пошутил, шутка такая, шуточная. Дедова! Шутники. Ну, ну, берешь ты его за грудки, а он тебя, так, ну. Это тогда. А потом, значит... Так. Вот так. Надо что? Чего? Что, глухие, что ли, говорю? Надо что? Так, короче, он меня достал, все, тащим его в отделение. Так, стоп, 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 стоп. А так, менты! Стоять! Так, тихо, тихо, я свой, свой, у меня удостоверение, вот. Что? А, блин, это не то. Сейчас, сейчас, где-то было, сейчас. Вот, отдел по употреблению, в смысле, по борьбе с наркотиками. Так он... У меня еще где-то пакетик с вещдоком был, не видели? Видели? Закончился он. Я держалась до последнего! Ну, что вы начали? Серьезно! Так, так, стоп, смех! Стоп, смех! Стоп, смех! А то сейчас стрелять буду! Стрелять! Стрелять буду! О, стрелять! О, кстати, по поводу водички. О, ништяк! О, ништяк! Погнали сейчас пиццели... А чё, а чё, а чё, у меня коробка передать слева? Ха-ха-ха! 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 Петрович, ты нафига вчера с тополя в реку сиганул, а? Пфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Ну так, я к тому времени уже до воды долетел. Шмяк, все в шоке, мне пол-литру. Ой, Петрович, Петрович, ты же со смертью играешь. Зимой на спорт час в проруби просидел, нафига? Так я в каком состоянии сидел? После бани. Я же в тулупе сидел. Не очень-то и холодно было. Да там и воды не было, там замерзло все. Ну да. Ты говори, все в шоке, а мне пол-литру. Да и смерти боятся с моста в реку не сегать. Это как этой весной, да? Когда лед еще не растаял. Зато сугробы были. Все в шоке, мне... Ну ты в курсе. Ну да. Да и вообще у нас весь род такой. И батя мой был такой. И дед, и прадед, все. С придурью. Да нет. Чего мы только с тобой не делали, а спокойненько до 100 годиков доживали. А мне до 100 годиков еще, как до луны на тракторе. Да. Ну не приходит к нам смерть, понимаешь? Не приходит. Вот он где. К тебе. Простите, а вам постричься? Я за ним пришла. Коля, Коля. Петрович, Петрович, живой? Фу, ты дура старая, Клавка. Я чуть из-за тебя не окочурился. Я тебе окочурюсь. Нам скотину еще вместе держать. Ты куда дел брусок точильный? Мне косу наточить надо. Вот ты дырявая башка. Я тебе 300 раз говорил. В сарае, на двери там лежит. Ой, точно. А штаны мои в шкафу. А какие штаны? Какие? Сухие штаны. Давай, дуй домой, принеси мне их срочно. И еще пол-литра захвати. Какого такого перепугу? Да вот с такого перепугу ты себя в зеркало видела? Я в шоке. Мне надо пол-литра. Клиент тебя не пол-литра. Понял? Понял, понял. Быстро домой. Да, сейчас. Сейчас я еще в магазин зайду. Стресс сниму. Фух. Ой, слушайте, у меня такой крутой фотосессии еще никогда не было. Ага. Походу, это ваша последняя фотосессия. Правильно говорить. Крайняя. Так, послушайте, можете не двигаться? Как-то у нас вообще-то серьезное дело. А серьезное? Тогда мне нужен черный костюм. Да. Какой черный костюм? Ну, такой, знаете, черный костюм такой, вручный, обрисан, чтобы здесь была такая разрезика, а здесь такое глубокое декольте. Нам не нужно ваше декольте, нам нужно ваше серьезное лицо. А, тогда мне нужен гример, чтобы она мне сделала смоки айс. Кого? Ну, такие темные глаза, оно мне придаст такую серьезность. Послушайте, можно как-то вот серьезнее повернитесь в профиль, пожалуйста? Нет, другой стороны. Я другой не могу. У меня там нерабочая сторона. Что значит нерабочая? Ну, ты знаешь, я плохо выхожу с этой стороны. Вот, пожалуйста, держите. На меня смотрим, показываем. Ага, отлично. А мы типа для бокса снимаем, да? В чем здесь бокс? Ну, я типа такая прохожу, такая по рингу, такая вся красивая, такая в купальнике, да? То есть у вас по-нашему 3151 раунд? Ну, а откуда я знаю? Ну, главное, чтобы я был в купальничке, да? В каком купальничке? Ну, в розовом, потому что говорят, что розовый – это мой цвет. Тихо! Ну, что, Пузенка, как у нас дела? Товарищ полковник, все, как вы просили, фотографируем. Да, посмотрю. Вот, пожалуйста, вот такая, вот такая, вот такая. Вот это вот возьмем, там, где она моргнула. Ага. Товарищ полковник, а ее за что? Кража ювелирки? Или, может, не знаю, там, какие-то дела такие? Засрам. В инстаграм. Папуль, спасибо большое. Такая крутая фотосессия. Угу. У нее в инстаграме там такие фотографии. Ну, стыд и срам. Теперь будут хорошие, красивые, четкие. А то и там мужики там такое пишут. Я бы эту тёлку и так, и это. А они, между прочим, присылают мне фотки своих… Так я не хочу этого знать. Своих машинок. И предлагают меня покатать. Я их сам всех вычислю и потом откатаю. Так, тактика меняется. Ну-ка, давай нас двоих сфотографируй. Ага. Пускай видят, кто у тебя папка. Убери это всё. Пускай знают, что твой папка с ними сделает. Ага. На троих. Это… Это чё такое? А ты угадай. На «Де» начинается, на «ТП» заканчивается. «Де»… «ТП»? Именно. А это чё это такое? Ладно. На «Авва» начинается, на «Риа» заканчивается. Слушайте, давайте вот без ваших ребусов, хорошо? Тут же очевидно, что это… Ты помяла мне машину. Я? А ничего, что это ты в меня въехала? А Буся говорит, неважно, кто в кого въехал, главное, кто виноват по протоколу. Хорошо. И кто виноват? Ты? Я? Да, потому что ты не соблюдала дистанцию. А, это тебе тоже сказал Буся, да? Нет, это я сама запомнила. Но он мне перед этим на листочке написал. Понятно. Так, короче, ты в меня въехала, ты виновата. Сейчас я позвоню Бусе, и он всё разберётся. Алло, Буся? Привет. Слушай, тут опять это… Не соблюдала дистанцию. Ты подъедешь? Спасибо. Целую тебя везде. Давай. Всё, сейчас мой Буся приедет, и он всё порешает. Он у меня вообще-то генерал. Ну, какое совпадение. Мой муж тоже генерал. Сейчас будем меряться Бусями. Алло, дорогой. Что? Занят? На совещании? Я поняла. Всё, давай. Да ничего улыбка. Так. Бабусечка мой! Привет. Пися, ты моя солоденька. Ну всё, сейчас я всё тут порешаю героически. А вечером приду за наградой. Ну, иди, разогревай ужин. Стоять! Это вот так вот, да? Значит, ты на совещании. Так это, я всё сейчас объясню. Там ситуация такая, значит. Значит, ты именно тот Буся, который сейчас всё порешает? Нет, но как бы решаю. Значит так, скотина ты. Так что, внимательно слушаю. Если ты хочешь сохранить семью и всё своё имущество, которое переписано на меня и на мою маму. Я хочу машину две, шубы четыре и серёжки с бриллиантами шесть. Шесть серёжек, понял. Шесть карат. Карат сделаем. Всё будет хорошо, дорогая. Всё не будет хорошо. Ну, Буся. А чё это вы сделали? Что происходит? Успокойся. Обычная моральная компенсация. Какая липоксация? Вы чё делаете? Отбиваю желание мужу ходить налево. Да, Буся, это мне не муж. Зато мне муж. А теперь ты, авто, тоже понесёшь моральную компенсацию. Я бы на вашем месте как бы... Женщина! 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 Мы якось договорились. В общем, чтоб я, допустим, по средам... Шо вы делаете? Вторая. Значит, ужин не грей. Да-да. Дедушка! Дедушка, сюда нельзя! Простите, Дмитрий Леонидович, просто... Ну, вот, пыталась остановить, а он такой... Ёркий, в общем, не смогла. Да, Леночка, я вижу. Прям гепард. Ну, ладно, вы не переживайте. Стариков же надо уважать, поэтому... Пусть проходит. Я в Собес без очереди прошёл. И сюда прошёл, ха-ха! Я прошу прощения, но ваш приём стоит 500 долларов! Идите, Леночка, мы разберёмся. Здрасте, вы... Присаживайтесь. Чего? Я говорю, присаживайтесь. Чего? Чего? Ладно, стойте. Что за проблема у вас, дедушка? Чего? А, он ещё и глухой, но это вообще будет весело. Я говорю, что у вас за проблема? С бабкой, что ли, не получается ничего? Ай, кипун тебе на язык. Я ещё ого-го. Хочешь, покажу. Не-не-не-не, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. А, так что у вас, собственно, за проблема-то? Э? Проблема, говорю, какая? Ты же проктолог. Послушайте, я психолог, психолог. Я не псих тебе говорю, проблема у меня. Да, не надо мне это показывать. Послушайте, я занимаюсь другими полушариями. Так я же говорю, проблема у меня между полушариями. Смотри. Не надо показывать мне, пожалуйста. Послушайте, я не буду этим заниматься, вам понятно? Я психолог. Я просто сижу и слушаю людей. Аааа. Ну так слушай, сидеть мне неудобно. А что я тебе рассказываю, я тебе лучше покажу. Да не могу я, б***ь, на это смотреть. Послушайте, давайте я просто вот бесплатно, бесплатно проведу вам консультацию, но только не надо снимать штаны, пожалуйста. Ааа, хорошо. О. Снимать штаны, так снимать штаны. Не надо мне это показывать. Так ты будешь смотреть или нет? Хорошо. Давайте посмотрим. Снимайте штаны. Ну вот сразу бы так. То что-то не буду, не буду. Ой-ой-ой. Говорили же, иди на психолога. Там только в мозгах колупаться надо будет. Кто же знал, что так получится? Ладно, все, держись Леонидыча, то самому будет помощь нужна. Все, собрался. Следующий. Здравствуйте, доктор. Мне посоветовали вас как хорошего специалиста. Да, да, а не скрою, это так. Ну, рассказывайте, что у вас. А я лучше покажу. Иди давай. Куда? Иди давай. Вот. Вот это вот твой новый дом. Устраивайся. Это? Здесь же ничего нет. Ага. Вот. Твой новый диван. Так. А, о. Это твой душ. Но. Что но? А, да, еда. Вот тебе плита. Остальную утварь найдешь себе сам. Понял, тварь? Подождите, ну, как мне здесь жить? Здесь ничего нет. Как это ничего нет? Здесь, может быть, ничего нет. Но по документам все есть. Вот она, четырехкомнатная квартира в элитном новострое, которую ты, скотина, мне продал. Помнишь такую? Помню. Помнишь, да? Может, мы как-то договоримся, может, как-то решим. А я уже все решил. Я все придумал. Значит так. Пока этот новострой строится, ты живешь тут, а я как-то помучаюсь в твоей квартирке. Договорились? А где здесь туалет? Туалет? Везде! Это тебе не какие-нибудь два санузла. Тут весь парк в твоем распоряжении. Вообще-то, вообще-то, такие как ты должны сидеть возле параши. Но мы же люди, мы же человеки. Поэтому пользуйся, как говорится, всеми благами природы. Поздравляю тебя с новосельем. Извини, кота не запустили. Но ты не волнуйся. Вечером сюда сходятся все кошки района. Так что не скучной тебе ночи. Здорово, сосед. Здравствуйте. Смотри, ты с диваном приехал? А вы что, местный бомж? Что это, местный бомж? Я вообще-то в мэрии работал. Это же я разрешение на постройку этого дома делал. Вы? Да. И что? Ты это, давай сейчас раздевайся, а то душ пропустишь. Давай, поехали. Какой душ? Какой? Тут автополив у нас включается на три минуты. Можем не успеть. Другого варианта покупаться здесь нету. А вы не пробовали квартиру снять? Да, конечно, пробовал. Но когда вот этот вот узнал, то мы чуть с хозяином квартиры с соседями по этому парку не стали. А что делать? Что делать? Значит так, с завтрашнего дня предлагаю копать здесь котлован. Потому что иначе мы зиму не переживем. Стойте. А? Давайте с сегодняшнего дня. Можно и сегодня. Но в начале душ. На. Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. И возможно, оно последнее. Такое хорошее. Дорогие молодожены, создание семьи – это начало союза двух любящих, до первой ссоры друг друга людей. Это волшебная связь, магическое сочетание и невыносимо долгое выяснение отношений до конца вашей жизни. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая минутную радость и бесконечное мучение, секундное наслаждение и годы сомнений, сиюминутное счастье и каждодневные терзания. А с тем ли я человеком? Простите, а вы правильно текст читаете? Естественно. Этот текст вымучен годами, милочка. Пережит миллионами несчастных пар. Итак, продолжим или передумали? Продолжим, да? Да, 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 продолжим. Дорогие брачующиеся, ваш мир теперь будет вертеться вокруг вас двоих. В вашей жизни не будет больше других веселых людей. Только всегда вы, каждый день, каждую секунду, каждое мгновение. Если только он на метр вдруг отойдет от дома, вы будете орать. Вы к друзьям, а она орет. Вы на футбол, а она орет. Рыбалка орет, охота орет. И все это ваш брак. Такое громкое, кричащее и правильное слово. Брак. Но двум влюбленным это не помешает. Ни ее капризы, ни его запои, ни ее истерики, ни его измены. Ни ее желание все контролировать, ни его желание остаться подольше на работе, чтобы наконец-то не слышать ее вот этот крик, переходящий в скрип. Простите, а кто вам пишет эти тексты? Жизнь, дорогуша, жизнь. Итак, согласны ли вы, Яна, взять в заложники, эээ, в законные мужья Евгения? Да. Естественно, собственница. Жека, Женечка, Женек, согласен ли ты всю свою жизнь быть с этой? Ну, как бы, Яна, а может, мы немножко поспешили? В смысле? Ты что, передумал на мне жениться? Ох ты, скотина, я тебя ненавижу, да, пожалуй, ты знаешь куда? Туда! Я, Яна, Яна! Жека, Жека, Женечка, Женек, ну не спеши ты, зачем? Пусть идет, пусть идет, вдохни этот воздух свободы, расслабься. Вы, вы зачем меня отговаривали вот это сейчас? Вы зачем наговорили-то все этого? Зачем вы, вы еще в ЗАГСе работаете? Что это было только что? А он тут и не работает. Тварина. Это я регистратор в этом ЗАГСе. То есть, как, а не работает, а кто он? Да, я не работаю здесь. Да это и не работа, это призвание. Спасать, спасать мужиков от вас. Ах ты, гад, хорошо, что я с тобой развелась после пяти лет брака этого. А этих пяти лет могло бы и не быть, если бы здесь был такой ангел-хранитель, как я, который спас бы меня, отговорил бы от тебя, понятно? Слышишь, ангел-хранитель, сейчас я тебя к твоим держу. Беги, беги, Жека, беги. Они всегда нас будут тянуть в это проклятое место. Беги. Что, тяжело, да? Качайся, качайся, дуринда. Все, очередной мужик спасен. Ну и жара сегодня, ой. Печет прям невозможно. Градусов, наверное, шестьдесят. Что говорите? Я молчала. А, мне просто послышалось, что вы сказали, а пойдемте, молодой человек, с вами покупаемся. Нет? Да. Ну что ж, пойду тогда сам окунусь. Ой. Ой. Что-то поплохело мне. Ой, голова закружилась-то как. Наверное, солнечный удар. Вызывайте скорую срочно. Ой. Ой, не могу. Ой. Алло, скорая, здесь на пляже человеку плохо. Да, плохо, плохо. Ой, как плохо. Ой, ой, ой. Так, здрасте, скорая, что случилось? Доктор, вот смотрите, человеку плохо. Ага. Так. Ого, беда, беда. Умеете делать непрямой мацар в сердце? Тогда будете делать искусственное дыхание. Что вы сидите, давайте, да, вдыхайте в него, быстрее. Так, давайте, давайте. Мощнее, мощнее дуйте. Мощный должен быть вдых такой, мощный. Давайте. Так, хорошо. Еще, еще. Да, мощнее вдыхайте. Вы когда правильно делать будете, у него вот тут будет немного подниматься. Давайте, ну. Ага. Вот. Не помогает. Да что ж так? Да он горячий. У него температура где-то градусов под 50 уже. Значит, ну-ка. Вы холодная, ложитесь на него сверху. Что? У вас холодная кожа, говорю, ложитесь на него сверху, быстрее. Ему надо охладиться. Ну, давайте. Быстрее, пожалуйста. Ну, у нас каждая минута на счету. Вот так, да. Ага, хорошо. Нормально. Так. Доктор, долго еще? Минут пять. Давайте. Переборщили. Переохладился. Что вы стоите? Давайте, нужно согреть его, растирайте. Ну, давайте же быстрее, каждая минута на счету. Интенсивнее. Ой, доктор, смотрите, ему уже лучшее. Он улыбается. Нет. Наоборот, это плохой знак. Это значит, он одной ногой уже там. Что? Что еще нужно сделать? Ну, есть еще один вариант. Готовы спасти человека? Блин. Спасибо тебе, Димон, конечно. Но, вот это вот, чтобы вывести человека из комы, надо заняться с ним сексом, это ты уже перегнул, реально. Надо было просто попросить, чтобы сиськи показал, да и все. Да ладно. Вон, место зато освободилось, правильно? Алло. Нет, я на вызове. Тут очень тяжелый случай, прям тяжеленный. Но я понимаю, что аппендицит. Ну, на среду перенесите. Да. Сентября. Среда, первая среда сентября. Слушай, Саня, а ты же завтра дежуришь? Ну да, я на смене. Так, может, попробуем завтра схемку повторить? Давай. Но только сексом. А вдруг проканает, а? Нет. Ну, возьмите меня в салон парикмахером. Послушайте, я не могу вас взять на работу. А почему? Ну, не знаю. Может быть, потому что у вас один глаз постоянно на стену смотрит, а второй так блуждает. Вы поймите, в этом деле главное не зрение, а главное опыт. Нет, это вы поймите. У меня здесь ножницы острые, триммеры. Я не хочу потом за ваш опыт в тюрьме сидеть. Ну, дайте мне шанс. Один шанс. Ну, давайте я постригу клиента, и вы увидите, что я профессионал. Послушайте, ну какой клиент согласится, чтобы вы его стригли? Здорово, чепушилы. Так, значит, смотрите, мне надо болванку обчекрыжить немного. Послушайте, если вам нужен маникюрный салон, то это немного дали оттуда, по улице. Нет, я не понял меня. Короче, башку мне надо подстричь, понимаешь? А, хорошо, приготовьте 300 грин, я сейчас позову мастера. Не-не, подожди. Не всего меня подстричь надо, только голову, понял? У меня есть 50 ривен. Послушайте, ну за 50 гривен... Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Господи, возьму грех на душу. Вас может подстричь только стажер. Да мне пофиг, хоть дирижер. Давай, строги. Ну, так. Че, куда задреть? Внимание. А, господи. Ну, как бы... Ну, как бы... Все. За***ц. Шапку постриг офигенно. Жалко, что зима заканчивается. А теперь что-нибудь с кочерыжкой моей можно сделать? Так. Ой, слушайте, ну, я вам хочу сказать, за 50 грин очень даже неплохо. Да. За 800. О, даже так? Вы решили доплатить, потому что вам очень понравилось? Шапка стоила 800. На троих. Здорово. Здорово. Ты это, че делаешь? Бухаю. Ага. Не, я это вижу, а не рановато ли в 10 утра? И че за повод? Нет повода. И работы месяц нет. Ну да. Что правда, то правда. Причем странно. Телефон работает. Вроде нас не увольняли. А работы и вправду нет. Слушай, а может они там без нас, без ментов как-то обходятся, а? Да не. Хотя, ну, оно ж как бывает-то? Значит, преступление случилось, правильно? Они приходят к нам. Вот. Пишут заявление. Потом вот эти все допросы. Это уходит. Потом названивать начинают. Раскрыли, не раскрыли. Нашли, не нашли. Потом опять через месяц названивают. Нашли, не нашли. Раскрыли, не раскрыли. Так, звонят, звонят, звонят. А потом сами как-то проблему решают. Да. Получается, мы лишнее звено в этой цепи. О, звонок. Звонок. Ну, давай. Может это убийство какое? Или я не знаю. Там кража. Ну, вот с ограблением. Так, чтоб круто было. Алло. Да, менты. О, милиция. Что? Ну, а где? Ничего себе. Пьяный дебош? Отлично. Сколько их там? Один? Все. Понял. Выезжаем. Пьяный дебош. Ура, ура, ура. Да. Может это оружие возьмем? Не надо никакого оружия. Один человек. Что мы его сейчас... Погнали. Погнали. Ох, сейчас я тебя гад устрою. Ну, скотина, а? Ну, гад такой. Так, где? Как так-то, а? Давай, давай, быстро. На. Давай, все. Сейчас отгребет он у нас по полной программе. Давай. Сюда. Ну, говно такое. Вот, сволочь, а? Еще и дубинки отобрал. Лучше б отобрал. Стволы, стволы. Давай, салютная, бери. Стволы, стволы. Сейчас мы этому гаду устроим. Стволы, стволы. А, гад такой, а? Падла. Вот гад, а? Вот, сволочь, мразь такая. Ну, ничего, ничего. Он еще у нас и табельное отобрал. Падла. Давай, 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 давай. Давай, давай. Все, погнали. Сейчас мы ему маслин напихаем. Сюда. Ах ты, гад, а? Он не человек. Это сволочь, мразь. Какой-то терминатор, блин. Это он. Простите меня, хлопчики. Простите. Стыдно мне очень. Не хотел я. Понимаете? Мне пить просто нельзя. А то я сам не свой становлюсь. Так, пошел нахрен отсюда, понял? Иди, уходи. Я понимаю, понимаю. Соседи тоже в курсе. Чуть что меня видят, сразу прячутся. А я уже, я трезвый, трезвый. Я быстро пьянею, но так же быстро и трезвею. Ну, простите, а? Так, а что, это? Похмельного синдрома не бывает у тебя? А, не-не-не, у меня такой не бывает штуки. Я всякую гадость не пью просто. Ага. Да. Это я, когда пьяный, дурной, а так я нормальный. А, понятно. Кстати, бабка моя вещи ваши вечером занесет. Подлатает там, наступает и вернет. А автоматы? Какой автомат? Два автомата. Не помню. Не помню, я же говорю, пить нельзя мне просто. Можно я водички выпью, а то... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Тихо! Валим! Хорошо так, гад! Валим! А ну, иди сюда! Где? Куда разбежались, пацана? А ну, стоять! Субтитры сделал DimaTorzok